Всем привет! Меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать новинки. Я взяла на обзор новый крем тональный от Lumine, называется Stain. Мне безумно интересно было его попробовать, потому что по характеристикам здесь просто мой идеальный тональный крем. Также перевыпущенная палетка для контурирования Lamelle. Она вот в такой вот красивой упаковке, здесь 6 продуктов, также ее опробую. И новый блеск для губ от Fenty Beauty из линейки Cream. Итак, начнем мы наше тестирование с тонального крема, который меня безумно заинтересовал. Это Lumine Stay, это новинка. Здесь описание просто моего идеального тонального крема. Здесь написано Longwear SPF Mineral 30 Medium Coverage All Skin Types. То есть это описание моего идеального тонального крема. Также здесь заявлено, что здесь среднее покрытие и невесомость. Не знаю, как это будет у нас на лице, но мне безумно интересно это попробовать. У меня вот такой вот оттенок Faire. И здесь также написано, что это абсолютно элегантский продукт. Смотрите, я открыла тон. И здесь просто обычная, ну как это называется, пимпочка, которая выдавливает тон. Я не особо люблю именно такие пимпочки, потому что они обычно очень сильно изгваздываются. Их приходится прям так всегда вытирать перед нанесением тонального. Ну, собственно, что есть, то есть. И давайте посмотрим оттеночек. Вау! Какой хороший цвет! Я сейчас его прям сразу на лицо нанесу, чтобы посмотреть. Отличный, отличный оттенок. Прям идеально, идеально мне подходит. Я вспомнила, что это правильно называется дозатор. Молодец, Саша, как всегда. В общем, как и всегда я тестирую тональную основу. Я буду на одну половину наносить спонжем влажным, а на другую кистью. Как раз таки на это давайте будем растушевывать спонжем. На самом деле, вот я пока руками немножко пораспределяла тональный, я поняла, что он чуть-чуть маслянистый. То есть, его прям распределяешь и ощущаешь некую маслянистость. И тем не менее, это помогает как раз таки хорошо распределяться в тональной основе. И как раз таки помогает быть равномерным, как мне кажется. Но прям я вижу, что он ложится абсолютно прекрасно. И правда создает эффект такой второй кожи. На самом деле, я люблю, конечно, тональные основы, которые создают эффект вашей кожи только лучше. Но все-таки мне необходимо также покрытие, потому что у меня проблемная кожа. И мне необходимо скрывать мои акне и постакне. Ну, смотрите, прекрасно выравнивается тон. Просто чудесным ишим образом. И я вообще не вижу практически никакого покрытия. И плюс финиш тут, ну, откровенно сияющий. Собственно, это и заявлено. У меня, как я уже сказала, жирная кожа. И будем смотреть, как это будет, собственно, у меня носиться. Пока что мне очень нравится. Давайте попробуем наслоить на мои проблемные места. О, слушайте, ну хорошо наслаивается. Хорошо так наслаивается. И, блин, мне так нравится, что нету границ. Что нету каких-то границ. И он прям выглядит максимально естественно. Мне кажется, на весну-лето это будет шикарно. Да мне только дошло, что я забыла включить микрофон. Надеюсь, теперь будет нормальный звук. В общем, продолжаем тестирование. Сейчас мы будем наносить на вторую, вернее, на вот эту половину мы будем наносить уже тональный крем кистью. Я опять же из дозатора наношу на руку. Кисть у меня Real Technique в номере 200. Сразу наношу на кисточку. И сейчас будем переносить уже на другую половину лица. Переносится шикарно. Сейчас будем смотреть, как это все будет тушеваться. Ну, собственно, как я и предполагала, если мы хотим посильнее прокрытие, то мы как раз-таки берем кисточку и тушуем кисточкой. Шикарно ложится тон. Вообще никаких шелушений, ничего не подчеркивает. Действительно, как и заявлено, ложится как вторая кожа. Имеет такой эффект подсвечивающей кожи. Мне очень нравится. Особенно для любителей сияющего тона, я думаю, это будет прям шикарно. И, собственно, вот видите, здесь уже немного осел тон и он прям закрепился. Я вижу, что он прям подзакрепился и сияние немножко подутихло. Вот особенно здесь заметно, что здесь еще такой эффект а-ля влажной кожи есть. Здесь я уже такого не наблюдаю. Ну, блин, очень-очень красивый тон. Немножко продлим на шею. Выглядит это шикарно. Но, опять же, мне кажется, плотного покрытия здесь не добиться. Ну, вот здесь я поднаслоила тон. Нету какого-то эффекта слоеного пирога. И при этом, ну, покрытие стало намного плотнее. Ну, вот я и донаносила тональный крем. Теперь я наблюдаю, что вот на этой половине, к примеру, он еще не совсем закрепился. Здесь он уже прям подзакрепился. И все равно, когда трогаешь, имеется какая-то маслянистость. То есть, в любом случае, мне кажется, это из-за того, что здесь как раз-таки есть SPF 30. И, тем не менее, есть эффект сияния, но уже не такой сильный, как вот на этой стороне, где мы, где, собственно, тон еще не подзакрепился. На лбу все прекрасно. Нет тут какого-то эффекта, знаете, не своей кожи. Здесь как раз-таки вот эффект второй кожи. Это прямо вот для людей, которые очень любят такой сияющий тон, очень любят эффект вашей кожи, только лучше. При этом вот у меня проблемная кожа. И, в принципе, в принципе, ну, покрытие, оно такое среднее. Я думаю, к плотному его нельзя насловить. Опять же, я буду его припудрить, потому что мне не нравится эффект маслянистости. Как я уже сказала, это, скорее всего, из-за SPF. Теперь давайте все-таки припудрим лицо. Из новинок, как я уже говорила, у меня нет ничего новенького. Поэтому я возьму сейчас свою любимую пудру от Revolution, вот такую вот, которую хочу уже побыстрее закончить, потому что она очень сильно сыпется. И как раз-таки припудру мы посмотрим, дружит ли наш тональный крем с пудрами или нет. Ну вот, смотрим, я припудрила. И не пропало вот это вот сияние, потому что, ну, пудра у меня достаточно плотная. При этом, смотрите, как красиво выглядит тон. Вот вообще, блин, я очень-очень в восторге от этого тонального пока. Надеюсь, он будет стойкий. Я проверю его, конечно же, на стойкость. Включусь потом с айфона в конце дня и скажу, как продержался тон. Но пока что и упаковка, и все заявленные качества пока что уже мы видим на моем лице. Единственное, что лонг-уэ или не лонг-уэ, мы уже проверим в конце видео. Теперь переходим к другой новинке. Это Lamelle Blush & Contour. У меня это палетка. Здесь получается 6 трифилов. Ой, как тяжело она открывается. Вот такая вот палеточка. Мне, во-первых, безумно понравилась упаковка. Вообще, это не совсем новинка, потому что уже есть такой продукт, но он в другой упаковке. И вот Lamelle перевыпустили его в другой упаковке. Здесь, собственно, немножко иные рефилы, потому что они, видите, имеют такую, как, я не знаю, какие-то листочки от растений. Здесь такой вот контур. И здесь три вида румян, два вида скульптора и один хайлайтер. На самом деле, мне кажется, вот это не румяна, это больше как бронзер, потому что как раз-таки оттенок такой бронзирующий. Не знаю, будем смотреть, как это будет у меня на лице. Я здесь сводчила хайлайтер, и он мне так понравился. Остальные продукты я не сводчила, так что давайте начнем сначала со сводчей. Как раз-таки я уже сказала про хайлайтер. И сделаем сводч хайлайтера, блин, здесь не видно. На самом деле, это максимально, вот видно, видно, вот так перелип. Это максимально деликатный хайлайтер. Он мне вот прям моментально напомнил хайлайтер из палетки Шарла Тилбери. Прям вот идентично. Так, теперь давайте перейдем к скульпторам. Здесь что-то я вообще не вижу никакого. Ну, собственно, вообще оттенок какой-то очень-очень прозрачный. Я думаю, что мне подойдет больше вот этот вот оттенок скульптора. Да, вот здесь уже прям оттеночек такой. Очень похож, как у меня есть в 404 оттенке Тау. На самом деле, очень классный. Без рыжинки такой мне нравится. Полупрозрачно. Как раз-таки тушевать его должно быть хорошо. И теперь вот эти вот румяна в ядерном таком оттенке. Ух ты, красиво. Я бы как тени на самом деле использовала. Собственно, вот так свочится. И у нас осталось два свочи. Я протерла руки. И стерла с руки остальные свочи. И давайте мы их посвочим. Собственно, вот таким вот образом. Это персиковые румяна. Они прям персиковые. И это, как я сказала, бронзер. Ну, правда, это очень похоже на бронзирующий оттенок. Но, в принципе, можно использовать и как румяна. На самом деле, мне кажется, что я вот эти два оттенка буду смешивать и использовать как румяна. Потому что по отдельности они для меня, наверное, не самые, не знаю, носибельные. Но нужно все проверять. Сейчас как раз-таки мы это и будем делать. Я беру кисточку Зоева в номере 127. И буду наносить вот этот вот оттенок скульптора. Набирается на кисть прекрасно. Надо обязательно стряхнуть. И сейчас мы будем, собственно, наносить на места скульптурирования. Хоть бы не было никаких пятен. Я очень сильно хочу, чтобы не было никаких пятен и оттенок был хорошим. Но на самом деле, хорошенький такой оттеночек. И я не замечаю никаких пятен. Тушуется все прекрасно. Но, собственно, я еще не наносила консилер на мои акне и пустакне, чтобы нормально так протестировать тон. Поэтому все-таки будут подчеркиваться мои несовершенства. Нет, ну скульптур мне уже нравится. Прекрасная, прекрасная тушевка у продуктов. Прекрасный оттенок. И прям хорошо создает естественную тень, не перегружая макияж, не создавая слишком переконтурированного лица. Пока что вот прям зачет, зачет. Теперь перейдем к румянам. Я прям вот два оттенка беру и смешиваю, потому что мне кажется, что конкретный один оттенок вряд ли мне подойдет. А если я смешаю два оттенка, то как раз-таки получится мой идеальный оттенок смесь под розового и персиковый. Я обожаю такие оттенки теплые. Давайте будем наносить как раз-таки на места, где я наношу румяну. Ну слушайте, вот-вот смешала, и мне прям так нравится оттенок. Единственное, они очень пигментированные. Прям вот хорошо пигментированные румяна. И прям так, мне кажется, я вот тут даже немножко переборщила, надо немножко снять, где у меня есть пудра. Ну а так оттенок просто-просто шикарный. Мне очень нравится, особенно, ну очень-очень освежает. И теперь переходим к хайлайтеру. Я беру кисти от Зорева в номере 105. Кстати, я тоже первый раз сейчас ее буду использовать. Наношу хайлайтер. Наносится прекрасно продукт. В принципе, к пигментации у меня вообще в палетке нет вопросов. Теперь наносим на места, где я наношу хайлайтер. Вау! Смотрите, это прям деликатно. Это настолько красиво. Красиво. Не забываем, что у нас еще тон сияющий. Это все смешивается. Поэтому мы видим свет не только от хайлайтера, но еще и от тона. Также на носик и на губой. Я в восторге пока что от этой палетки. Потому что, ну, бюджетный продукт, он стоит где-то 500 рублей, по-моему. Ну, за 500 рублей мы получаем 6 продуктов. И мы попробовали сейчас 4 из них. И 4 работают просто шикарно. Потому что румяна мне очень понравились. Мне также понравился контур. Он не пикнит. И хайлайтер. Ну, вы посмотрите, насколько это красиво. Это прям вот настоящая Charlotte Tilbury. Потому что, ну, прям идентичный. Идентичный по мне в использовании. И последний продукт на тест. Это вот такой вот новый блеск от Fenty. В линейке Крим у меня оттенок Fenty Glow 02. Я его сводчила, но я еще не наносила ни разу его на губ. И сейчас как раз таки попробуем его нанести. Я фанатка, в принципе, бренда Fenty Beauty. И фанатка продуктов от этого бренда. Сейчас давайте тестировать. У-у-у. Оттенок прям такой. Рыженький. Вот таким вот образом выглядит у нас все на губах. Мне очень нравятся такие оттенки. Я люблю такие теплые оттенки, которые как раз таки подходят к моей внешности. Губы не залипают. Плюс очень так это насыщенно красиво выглядит. Оттенок прям очень насыщенный. Вот мы можем сравнить точно так же получилось и на губах. Плюс здесь нет шиммера. Здесь прям, собственно, ровный оттенок. И очень быстро все наносится. Наносится я пока что... Мне очень нравится. Будем смотреть, как это будет у нас в носке. Ну вот такой вот макияж у нас а-ля получился. Я использовала все продукты, которые мы с вами сегодня тестируем. И давайте я так подведу итог первых впечатлений. Вот такой вот тон от Lumines Stay. Пока что мне очень нравится. Он прекрасного оттенка. Он прекрасно наносится. Вообще не пятнит. Плюс у него относительно средняя степень покрытия. Здесь есть SPF, что очень здорово. Но опять же без припудривания носить я его скорее всего не буду. Плюс стойкость мы сейчас с вами примерим. Дальше мы тестировали палетку Contour and Blush. Вот такую вот от Lamelle. Мне кажется, это фаворит, наверное, сегодняшний. Потому что, во-первых, контур максимально, посмотрите, максимально естественный, без пятен. Плюс здесь также есть румяна, который можно вот так вот смешать в палетке и нанести смешанным. И мне кажется, очень классный оттенок у нас появился. Здесь 16 грамм. И здесь есть также бронсирующий оттенок. И хайлайтер, хайлайтер, это прям, прям, посмотрите, насколько это красиво. Для меня это аналог, правда, теперь Charlotte Tilbury, мне кажется. Потому что максимально, максимально похоже. Теперь перейдем к плеску Fenty из линейки Cream. Мне очень нравится, как это смотрится на губах. Здесь нету активного шиммера. Вернее, здесь вообще нету шиммера. На губах очень комфортно. И плюс оттенок прям идеально плотно передался так же, как он есть и, собственно, в баночке. Ну что, теперь я вернусь к вам вечером и расскажу, как все продержалось. Собственно, вот таким вот образом и продержался макияж. Все продержалось прекрасно. Тон вообще не провалился в поры. Единственное, я его не припудрила больше. Ну и видно, да, что у меня кожа жирная и немножко так жирный блеск. В любом случае никаких вот сползаний, тона, ничего я не заметила. Вообще шикарное средство. Я в восторге. Также румяна и скульптор, хайлайтер. Все до сих пор на месте. Прекрасная стойкость. Блеск я повторяла раза два, наверное. При этом он очень комфортный, вообще не липкий. Мне безумно он понравился. Также оттенок очень нравится. Но остальными впечатлениями я уже поделюсь с вами в выводе. И теперь я с вами поделюсь своим итоговым мнением о всех тестируемых продуктах. И начну я с вот такого вот блеска от Fenty Beauty. Из линейки Крим у меня оттенок Fenty Glow. Здесь 9 миллилитров. Здесь совершенно нету аромата. К примеру, как есть явный аромат в их классических блесках с шиммером. У меня оттенок Fenty. Здесь прям есть явный ягодный аромат, который напоминает мне на самом деле... Нет, не ягодный, наверное. Да, он конфетный, конфетный аромат. Он прям вот напоминает мне о лете. Здесь нет ни шиммера. Здесь такой плотный оттенок. К примеру, здесь более такой прозрачный оттенок. Здесь прям плотный оттенок. У меня сейчас он на губах. И мне понравился этот блеск. Он прям очень комфортный на губах. Но к нему на самом деле могут так вот прилипать волосы. Я обычно не замечала это в блесках. Но здесь я прям это заметила. Он также, если его прям очень плотно нанести... Но на самом деле этого не нужно делать. Потому что оттенок здесь прям с первого нанесения получается именно такой, который собственно и заявлен. Но если вы переборщите, то вероятно, что он может вот сюда куда-нибудь вам затечь велика. В линейке представлены и другие оттенки. У меня прям с рыжинкой откровенный оттенок. Он не всем может подойти. Но стоит заметить, что в линейке есть и бордовый оттенок, и оттенок пыльной розы. В общем, там разные оттенки. Можно найти на свой вкус. Мне понравился блеск. Я с удовольствием буду им дальше пользоваться. Потому что я сейчас на самом деле люблю блески. И люблю блески без шиммера. Если вы смотрели мое прошлое видео, то вы видели, что мне очень понравился недавно блеск от Catrice. Здесь нет эффекта никакого увеличения губ. В общем, кроме как классного оттенка, вы никаких дополнительных, так скажем, приложений не получите. Только классный оттенок плюс стойкость. И особо каких-то проблем я с ним не заметила. На губах он комфортный. Далее перейдем к тональному крему Luminestay. На самом деле меня покорил этот крем. У меня были ожидания. Они были достаточно завышены. И скажу честно, они не все оправдались. Потому что я все-таки надеялась, что я смогла его прям так наслаивать, чтобы добиться плотного покрытия. Но прям плотного покрытия от этого тонального крема ну 100% не добиться. Но здесь остальные свойства, которые заявлены, они 100% исполнимы. Потому что здесь заявлено, что это стойкий тональный крем. Он правда очень стойкий. Даже на моей жирной коже он прекрасно держался. Я его припудривала. И я не буду его носить без припудривания. Потому что сияние прям слишком сильное для моего такого вот внутреннего баланса. Потому что я не особо люблю прям прям очень яркое сияние тонального крема. Тем не менее мне нравится такая кожа, которая переливается и выглядит здоровой. Как раз таки этот тональный крем делает кожу здоровой. Он не подчеркивает шелушение. Он не проваливается в поры. Прекрасный, прекрасный тон. Я от него на самом деле в восторге. Плюс оттенок 02 Fair мне идеально подошел. Вот опять же сейчас он у меня на лице. И как раз видно, как он сияет изнутри. Я его припудрила. Тем не менее видно, да, насколько это сияющий тон. Здесь средняя степень покрытия. И на самом деле, я вот только сейчас заметила. Здесь прямо заявлено coverage 3 из 5. Ну вот я согласна, что это правда 3 из 5. Тем не менее, его можно немножко наслоить, где вам необходимо. И вы получите, собственно, то покрытие, которое самое-самое среднее, так скажем. Но можно как бы добавлять консилер. Сейчас я добавила консилер, но в тестирование я не добавляла консилер. И вот на данный момент это прям вот допустимое такое, почти что идеальное для меня перекрытие. Все равно немножко не перекрывает каких-то воспалений у меня. Но я им 100% буду пользоваться с удовольствием. Он комфортный. Плюс он... Ну, мне безумно понравился оттенок. Хотя обычно не всегда оттенки от Lumine мне подходили, но здесь прям прекрасно подошел. Ну и переходим к последнему продукту. Это вот такой вот продукт для контуринга. Палетка от Lamelle. Вот так вот она выглядит. Это не совсем новинка. Это перевыпущенный продукт, как я уже упоминала. Но из-за упаковки я все-таки ее взяла. Потому что я очень хотела попробовать изначально такой продукт. Но когда его еще и перевыпустили, я решила, что все, пора. И вот мы с вами его протестировали. Во-первых, очень демократичная цена для такого качества продуктов и для такого количества продуктов. Здесь 6 продуктов. Стоило что-то 440 рублей. Вот как-то так мне вышла эта палетка. Я честно в шоке от качества. Но стоит упомянуть, когда мы делали свотчи, свотчи получались не такими пигментированными и яркими. С одной стороны, это очень хорошо, потому что невозможно напятнить такими продуктами. С другой стороны, оттенок получить прям настолько яркий, как здесь, не получится. Это точно. Я уже об этом говорила. Мне здесь прям безумно сильно понравился хайлайтер. Это настолько деликатный хайлайтер. Вот как раз-таки сейчас он у меня нанесен. Прям мне очень нравится. Также здесь есть два скульптора. Изначально я сказала, что эти скульпторы похожи на вот такую вот однушку. Но на самом деле, я вот сравнила. Вот мы сейчас посмотрим. Это не тот же оттенок. Вот этот оттенок намного похолоднее, прохладнее, чем здесь заявлены в палетке. И на самом деле, незаметно никакой ржаны, незаметно никакой теплинки. Когда мы делаем скульптурирование, вот как раз-таки сейчас у меня также все продукты нанесены. Я прям два смешала и нанесла. Идеально. Я советую эту палетку, потому что с ней невозможно переборщить. С ней никак невозможно переборщить. Потому что, я сейчас говорю именно про скульптор, потому что у вас не получится ядерного контуринга. У вас не получится вообще никак поставить пятно с этой палеткой, чем бы вы не тушевали. Я прям довольна. Теперь переходим к румянам. Здесь два оттенка румян, которые по отдельности для меня очень странные. То есть, я, наверное, вряд ли буду наносить вот этот оттенок отдельно. И отдельно вот этот оттенок. Еще стоит сказать, что вот этот оттенок румян, он самый пигментированный. И вот с ним, возможно, если вы прям наберете, не стряхнете и начнете тушевать, то возможно поставить какое-то пятно или переборщить. Вот только с одним оттенком. С другими вообще нет. И я два оттенка вот этих смешиваю и наношу румянец. Как раз сейчас он у меня на лице. И вот это тогда получается идеальный оттенок для меня. Очень мне нравится. И вот этот какой-то суррогат бронзер. Не знаю, на самом деле это вот слэш бронзер, слэш румяна. Не знаю, вот этот для меня продукт какой-то странный. И я, наверное, вряд ли буду им прям пользоваться. Либо буду перемешивать с вот этими оттенками, либо с этими оттенками. Либо как бронзер, возможно, я попробую наносить. Не знаю. В общем, вот этот самый спорный оттенок для меня. Но вот остальные оттенки мне безумно понравились. И я от души советую эту палетку. Я прям от нее в приятном шоке от качества. Потому что здесь и пигментация не самая сильная, что как раз-таки помогает хорошо тушевать. Что как раз-таки помогает комфортно работать с этими продуктами. Еще стоит сказать, что я упомянула, что мне хайлайтер напоминает хайлайтер из палетки Шарла Тилбери. И вы посмотрите, насколько это похоже. Плюс скульптор очень похож по оттенку с вот этим скульптором. На сводчах потом покажу вам, как это похоже. Да и в принципе на лице это действительно выглядит очень и очень схоже. Я, наверное, не устану повторять, насколько это классная палетка. И она мне вот прям безумно понравилась. Теперь делая вывод обо всех продуктах, наверное, прям на первое место я все-таки поставлю палетку. Потому что, ну, она мне прям реально в шок ввела, насколько она мне понравилась. На второе место я 100% поставлю тон. Но это не значит, что он там второсортный и прочее. Мне он также очень сильно понравился. Он 100% войдет в мои фавориты, как и остальные все продукты. И, наверное, на третье место я возьму вот этот вот блеск. Потому что, наверное, это не та люксовая необходимость, которая нужна всем, потому что и бюджетные блески очень и очень качественные. Вот такой вот отзор у нас с вами получился. Надеюсь, вы нашли для себя здесь интересные и полезные продукты. На самом деле я вот, ну, честно, очень рада, что открыла для себя такие крутые продукты. Если вы также открыли для себя крутые продукты, то не забывайте ставить пальчики вверх, а также подписываться на мой канал. И подписываться на мой инстаграм, я там также делюсь интересными продуктами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok